ребят всем привет все таки я решила начать свой youtube канал и первое мое видео будет о моей истории инвалидности о том что я потеряла ногу но не себя пожалуй начну в общем со всей истории постараюсь кратко потому что уже были об этом интервью если вы захотите посмотреть можете перейти на мою страничку вот я тут и прикреплю вот это мы все вот моя история началась как она началась мне уже 19 лет лет назад она началась я в общем со школы была очень активным таким ребенком у меня были танцы много разных увлечений было много разных планов на жизнь как и у многих нас но 24 февраля в украине началась война вот и как и всех жизнь моя жизнь изменилась но более колоссальные изменения произошли 8 апреля 8 апреля у меня есть свой план если что я могу немножечко подсматривать я любитель леопарда если что чтобы вы знали 8 апреля я хотела эвакуировать своего города город дружковка с вокзала краматорск меня должен был забрать баблокар водитель в определенное время я должна была приехать город днепр я приехала на вокзал краматорске было все отлично было все хорошо и 10 30 где-то прозвучал взрыв вы прилетела две ракеты на вокзал и я пострадала достаточно серьезно принципе все удивились как я выжила у меня очень сильно пострадала левая нога у меня было ранено бедро ранено тазобедренной артерии ранено задетом и чудом я спаслась мне помогли спасатели меня эвакуировали больницу в краматорск привезли как многих людей пострадавших позже оттуда у меня там была первая операция мне пытались спасти ногу нога у меня была сразу говорю мне ногу не оторвало просто и очень сильно ранило потом меня повезли в днепр не прибыло еще две операции или 3 операции уже спасали меня и пришлось ампутировать мне левую ногу у меня достаточно высокая ампутация сразу когда я очнулась у меня часто спрашивают какие эмоции чувства я ощущала сразу я ощущала некую легкость что операции все эти мучения которые я испытывала за все это время немножечко закончится ну конечно же они не закончились но я сразу же конечно же не осознавала того что все там я понимала что да у меня нет ноги у меня до этого были предчувствия что-то может произойти вот и как произошло как произошло я дальше вывозила весь этот месяц днепре все эти боли в днепре у меня было 6 операций и седьмая операция была уже в германии ты немножко перескочила вперед я хочу сказать что врачи все время старались спасти мою ногу как с храматорска так и в днепре я в днепре помню как я лежу на операционном столе брать смотрит на мою ногу говорит что как сильно она пострадала что это все очень тяжело я умоляла просто умоляла спасти ногу они говорили что мы будем делать все возможное действительно я очень благодарна им за то что не спасли мне жизнь жизнь это я понимаю что сейчас мне уже не будет ноги и лево да ребятки но у меня есть моя жизнь у меня есть я ну ладно я тут смонтирую немножечко потом все эти кусочки кратко моя такая история если вам будут интересны какие-то определенные вопросы пожалуйста задавайте в комментарии мне очень сложно было начать записывать это видео почему-то но в общем позже я так произошло что я месяц пробыла днепре в украине и потом мы уехали с моей мамой в германию город эссен есть из городе эссен прохожу протезирование с физиотерапевтом уже я не в клинике уже дома на квартире но сейчас то мой дом так сказать чувствую ли я себя инвалидом инвалид ли я да я инвалид по документам если честно у меня такая самоирония я очень часто сучу шучу об этом все мои друзья близкие которые особенно здесь находятся мои шуточки нового где-то это раньше может быть было как защита сейчас нет я уже не могу сказать что все я приняла тот факт что теперь у меня нет ноги мне 19 лет месяц назад исполнилось в марте а потом в апреле у меня не стало ноги как бы да это нелегко взрослому человеку будет нелегко справиться с этим инвалидность она больше в нашей голове как объяснить я морально все состоянии да физически по документам то что у человека нет ноги казалось бы он инвалид но все зависит от того как я себя ощущаю я не ощущаю себя инвалидом моя жизнь наполнена абсолютно разными красками абсолютно разными занятиями только я могу ее как-то изменить только я могу чего-то в нее добавить никто другой не придет и не даст на волшебную таблетку о том что насти вставай кроме с кровати у тебя куча дел ты должна чем-то заниматься то что тебя нет ноги это вообще я не преграда это не поможет поможет только то если ты сам этого захочешь чтобы мне то я приехала на квартиру 31 мая и уже через две недели по моему я выложила первое видео спорта в инстаграм явно видно мой прогресс если смотреть мои актуальные как начале у меня трясётся нога, как я неуверенно стою, как я неуверенно хожу. Сейчас совершенно явный прогресс. Когда мне многие говорят, Настя, я не знала, что на одной ноге так можно, честно, я тоже не знала. Я тоже не знала, что на одной ноге так можно. Сейчас у меня уже есть пробный протез, о протезе и о всех остальных таких темах я поговорю с вами позже. Инвалидность на бумаге, это не значит, что инвалидность в жизни. И то, что у меня сейчас нет ноги, абсолютно не мешает мне заниматься спортом, развиваться, ходить на фотосессии, участвовать в каких-то съёмках, в каких-то проектах, при этом учиться, заниматься абсолютно разными делами, вещами и всем, что у меня было раньше, это не мешает мне жить. В конце я хочу сказать, что то, что у нас нет ноги, руки, ещё чего-нибудь, может быть, у нас другие какие-то проблемы, психологические проблемы. Это не значит, что теперь мы не должны выбирать жизнь. Это не значит, что теперь мы не должны выбирать себя. Поэтому, пожалуйста, не останавливайся и иди дальше к своей цели. На этом я заканчиваю своё это видео. И как там говорят, ставьте колокольчики, лайки, подписывайтесь на канал, ну и вообще просто ставьте какой-нибудь комментарий, если вам понравилось это видео.